Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И предлагающие единственный Логичный выход из этой ситуации По сути Это то предложение От которого нельзя отказаться Да и вряд ли кто-то отказался бы Это история Уличного ребенка Мальчика, который был вдохновлен Прекрасным сном Который затем захотел исполнить наяву Взяв с собой тех Кто следовал за ним До самого верха И когда его мечта уже была в пределах досягаемости Он был оторван от нее Самым жестоким способом Который только можно было себе представить Будучи жестоко изуродованным И подвергнутым садистским пыткам В течение года Он потерял не только свою репутацию Друзей и свободу Но и такие основные человеческие достоинства Как разговор, ходьба Способность потреблять пищу Не говоря о других Более ярких способах Проявления себя как человека Он стал беспомощным калекой Участь, которую боится Каждый уважающий себя воин С его рассудком Висящим на волоске Он был близок к тому Чтобы полностью потерять себя Но что-то в глубине себя Не позволило этому случиться А теперь Попробуйте поставить себя на место Гриффита Взвесить все за и против И сказать, что не сделайте тот же выбор Что сделал он Я сомневаюсь Думаю, вы сделаете его намного быстрее и охотнее Как говорится Дорога в ад вымощена благими намерениями Подобно тому, как Люцифер Когда-то был самым сияющим ангелом на небесах И любимцем Бога Так же и у Гриффита был феерический подъем А затем сокрушительное падение в пучину боли Произошедшее в результате его чрезмерной гордыни И самоуверенности А возможно и сиюминутной глупости И необдуманности Одного, единственного поступка Свершенного им в эмоциональном состоянии Гриффит был сломлен И мечта, к которой он так долго стремился Поставив все на кон Была уничтожена в один миг У кого из вас в вашей жизни есть что-то? К чему вы так серьезно относитесь, что ради этого сделали бы что угодно? Кто существует не ради вас, а как воплощение вашей идеи, мечты, желания? Чьей чистоты сердца достаточно, чтобы преодолеть любое препятствие, которое будет встречено на ухабистом пути? Именно такие люди создают и разрушают миры Но как далеко вы пойдете? Как далеко вы должны идти? В какой момент ваша цель не оправдает средства? И пожалуй, самый страшный вопрос из всех В какой момент защита себя и своей мечты Фактически разрушает то, кем вы являетесь? И что из себя представляете? Возможно, вполне уместно то, что по логике Гриффита Сильная жажда мести Кфемта заставила Гатса укрепить их узы Которые были разрушены после ухода последнего Или, по крайней мере, это гарантировало то, что Гатс будет преследовать его еще очень долгое время Это была его последняя попытка привлечь внимание Гатса? Или Гриффит так сильно принимает свои слова близко к сердцу? Он осознал, что Гатс угрожает его сну Мечте Которой он шел много лет И он держался за него всем, что имел Таким образом, он признал Гатса как друга Равного себе Одновременно создав и равного себе противника Что мы и видим на протяжении 30 лет Существования Берсерка И все же Фемта не до конца лишен эмоций Он наполнен лавильным котлом смертных желаний Которые питают идею зла У него также есть свои собственные воспоминания И он мотивирован почти теми же вещами, что и человеческий Гриффит Хотя и в более извращенной форме Тот факт, что он заставлял Гатса смотреть, как он насилует Каску Сам по себе является признаком чувств и привлечения внимания к своей персоне Гриффит на протяжении всего изнасилования Каски Не смотрит на нее Его взор устремлен на Гатса Таким образом, самоутверждаясь перед ним И наглядно показывая ту боль, что когда-то испытал он Не физическую, а эмоциональную В тот момент, когда ему нужна была помощь Последний шаг к оазису, который был совсем рядом Того, кто был именно тем человеком, который помогал воплощать мечту, бывшей когда-то лишь сном Но почти ставшей явью Но получилось так, что тот, кто больше всех помогал ее воплощать в жизнь Сам же ее и разрушил Не осознавая этого Это страшная и жуткая боль Которая давит на все участки сознания Как красноречиво объясняет Слан Именно такие моменты показывают полный спектр того, что значит быть человеком На сегодня у меня все Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарий И помните, что именно ваша поддержка и активность помогают мне делать видео по Берсерку Спасибо за просмотр Всем удачи и пока!